Взяла жидкость, взяла белильца. Белильца в живописи маслом чаще всего нужны во всем, как связующие. Возьмем желтенький, возьмем голубенький, получим зелененький. Возьмем красненький, возьмем желтенький, получим рыженький. Ты видишь, и тот, и другой цвет здесь представлен. Возьмем коричневенький, возьмем розовенький. Получим темнотики. Опять же, меньше белил для зеленцы, получим более смуглое состояние. Итак, недоразмешивая, чуть-чуть сохраняя недоразмешанный характер, вот такой натертости, когда холст чуть-чуть светится, светится не продрись, а когда он светится чуть-чуть, набрать эти цветовые пятна фоновые. Тебя вообще пока не интересует изображение. Только цветовые пятна. Только фоновую историку. Вот она, мера краски, которую нужно задействовать. Ни много, ни мало. Ну, такое, кроющее состояние холста. Кроющее. Потом, когда ты все это сделаешь, ты в этом пространстве найдешь идею фигуры вытиранием и пальцевой укладочкой. Вот такой пальцевой укладочкой найдешь идею фигуры. А потом будем уже более деликатно, в том числе и с кистью, идею ручек и тому подобное. Чтобы это засветилось пятно, дотереть до белизны. Можно даже тряпкой, взяв чистую площадку тряпки, взять белизну, взять сначала красноту. Желтый не любит заходить первым. Сначала с краснотой зайти, а потом уже откровенный разбел желтого зайдет внутрь красноты. Тогда сиятельно зайдет. Если он сразу зайдет, то просто позеленнее. Будет отвратительный зеленоватый оттенок. Правильно вытащить это все. Все, вытащить, вымокнуть, вымокнуть, вымокнуть прямо первые признаки. И с оранжевинкой розовый-желтый. В пользу розового. Вначале в пользу розового. Начать набирать тельце. А потом пойдем дальше. Значит сначала вытянь. Вытянь. Вгонить краснязинку. Что касается белого. Что касается белого здесь. Белого. Чтобы он сиял. Его надо уложить раздавленной укладкой. Раздавливающей. То есть возьмешь вот этот разбел желтого. И уложишь раздавленную краску. У раздавленной краски сиятельный эффект. И потом деликатненько периферию. Хорошо? Давай уточняй. Рыжесть волос. Все это уточняй. Набирай смуглость этой части. Очень хорошо. Так. Ну что тогда кисточкой маленькой. Раз у тебя нет никаких проблем. Давай маленькой кисточкой уточнять теперь. Значит, идею цилиндра создавать. Даже на этих малых пространствах. Смотри, я вдавливая создаю штришочек. Который объясняет круглость. Коричневый, красный или розовый. Желтота. Будет такой янтарный, темный янтарный цвет. Коричневый, краснота, желтота. И смайлик лица. Смайлик лица наберешь. Волосики наберешь. Вещества кладем немного. Идея вот этих закруглений. Личико чуть-чуть наклонилось. И все, соответственно, все закругляется вот в этом направлении. То есть, сначала смайлик лица. Вот он смайлик. Потом внутри этого смайлика чуть краснее губочки. Чуть краснее ноздри. Чуть темнее амбразурки. Наклоненных глазиков. Чуть темнее бровочки. Все чуть-чуть с красниночкой. Все чуть-чуть с красненькой. Волосиком. Вот этот огненный мотив дашь. Давай. С ручечками похожим образом. Жестковато. Жестковатый рисунок сам по себе не очень съедобен. А еще и в исполнении неопытного окончательно не съедобен. И головочка по-прежнему мелкая. Мутный рисунок ничем не плох. В нем угадывательная, высокая. И это красиво. Потому что пока мы в области угадывания, мы можем и сами участвовать в картине. До придумывать, до фантазировать. А когда нам художник дает такой жесткий рисунок, мы вынуждены только то, что имеем, получить. Поэтому учимся работать мягко, а не жестко. Мягко это вот так. Вот жесткая линия твоя. Вот мягкая линия могла бы быть. Вот жесткая линия, которую ты кладешь. Вот мягкая линия, которая могла бы быть. И ротик угадывательный. То же самое носичек. И глазные впадинки. Все я сопровождаю подтиранием. Мера краски еле-еле. Усиливаю в этом облаке. Облакоподобном состоянии теневой. Усиливаю рисунок. И тоже чуть-чуть смягчаю. Галочка носика. Галочка. А тем более, что он сметан вниз. Ты видишь, вещества, краски, минимум. Но пока мы в этом минимуме находимся, все безопаснее. Смотрите. Спасибо. Продолжение следует... Щель между губами очень актуальна. Теневая под нижней губой очень актуальна. Жесткость рисунка появится только вот здесь, в этом месте. Губы в этом месте особо сильно торчат от лица. И это сразу выводит их на передний план. Вот здесь любят подрезки светлые, потому что там и мышечка, и губы с подрезкой. Вот в этом месте обычно выглядят как губы, которые улыбаются иногда. Как улыбка, которая растаяла, или улыбка, которая часто происходит. Чуть активнее ноздричка, чуть активнее ноздричка. Вот такой сегментик. Ширина торчания ресниц при опущенных глазах может быть выражена вот такой толщиной. Чуть активнее бровь у переносицы. Обычно значительно активнее. Светик, смотри, не под самую границу кладу света и тени, а оставляю идею закругленного состояния. У тебя было под самый край, и оно было вырезано. Вот здесь всегда светик. Вот здесь всегда светик. При свете сверху. Вот здесь светик. На глазике, на его круглости светик. Все вот это пространство можно отсветлить. Вот здесь светик. Вот здесь они чуть-чуть смыкаются. На крылышке тоже светичек. На подбородочке свет на верхней части подбородка. Вот здесь. Особенно там. Смягчается книзу. Вот здесь подчеркнутый. Из-под ямочки нижней губы. Щупаньем не только формулой, но и щупаньем того, что лучше оставить из звуков, которые ты сейчас будешь укладывать. Потому что образ образа письма не происходит только по формуле, но и по ощущениям. То есть щупаешь, 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 ковыряешь, ковыряешь, ковыряешь. Смотришь. О, о. Вроде бы произошло что-то. Что-то умненькое. Теневая ты видишь. Внятно-теневая. Да? Внятно-теневая. Световая. Внятно-световая. И теперь в рамках внятной световой усиление света в тех местах, где особенно торчит. Где особенно обращено к свету. Особенно обращено к свету. Губочки чуть-чуть тают. Единственное, где они не тают, это вот это место. Все остальные места чуть-чуть губочки пусть тают в пространстве лица. методом тыка сейчас можно выяснить, выявить настроение губ. Методом тыка. Не только четкой формулой, но и методом тыка. Ты видишь, я гоняю вокруг красочку, щупая, ну естественно, подсматривая и щупая рисунок. То есть сам по себе вот сама формула исполнения может не дать интересного рисунка. Его надо еще и пощупать, пока не увидим, что о, о, здесь уже носит хорошенький, здесь уже глазик. То есть такие вот настроения осваиваем. Идея поиска рисунка. Голова одна сама по себе не живет, то есть сразу к ней пристраиваемся шеи. Светлолобенькость затеем. если допустим ты пишешь-пишешь, 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 а ничего интересного не произошло, ты берешь кисть, потому что особенно когда миниатюра очень трудно с ней изящно расправиться. Ты берешь кисть, краски немного, ты видишь, везде немного, избиваешь все изображение. Вот пустая кисть, пустая, абсолютно пустая. И ты в муть опять вводишь все изображение, чтобы опять раздать светлые акценты и увидеть, может быть, следующий заход произойдет что-то интересное. Смотри, как она теперь приблизительнее. И опять берешь остренько, раздаешь светики. Но пока у нас мало красочки, все это реально. Опять щупаешь. Ага, ага. 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 Опять чуть-чуть проявляется рисунок. Уже чуть другой характер изображения. Опять же, если что, допустим, если нам нижняя часть не до понравилась, опять собьем. Ты поняла? Да. И вот так то туда, то туда, то туда, и вдруг почувствовал. О, вот оно, вот оно, вот оно. Все, 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 все. И даже вот этот сиятельный мотив тоже уместен. Правда? То, что личико как бы махрится светом мерцательно. Ручечки. цвет тень дораздать. Причем тень не делать только чумазой. Немножечко и цвета тела тоже подсунуть. Идея штриха может быть выражена и вот так, вот так, а потом сбита. То есть я просто толкнул краску по вот этой траектории. И она у нас стала закругленной. Из-под теневой обычно художники кладут свет для того, чтобы выявить пространство. У него это не сделано, но ты, зная этот трюк, можешь попробовать. Не пригодится ли нам этот трюк здесь? Из-под теневой легенький намечек на свет. может быть с холодочком чуть-чуть. Свет из-под теневой прозвучал, хотя у него его нет. Но мы знаем, что свет из-под теневой дает усиление предметов в пространстве различимое усиление. Рука уже в пространстве. Именно из-под теневой. Теневая из-под нелё. Здесь падающий свет. вот здесь падающий свет. Вернее, падающая тень. То есть рука на платье дала падающую тень. Падающая тень, она немножко как обрисованная. Как обрисованная. Смотри, по линии границы очерчена выразительно. Тогда она звучит именно как падающая тень. бедрышки чуть-чуть расширишь гражданочки и немножко усилишь линейный рисунок более темно. Видишь, я саму внутренность немножко оставил светлой, отдал теневые по границе светой тени, поскольку это падающая тень. а там изнутри она как будто теплотой светится. То есть у него тоже это есть. Это хорошее звучание. Можно с красниночкой это сделать. Вот эти теневые тоже не игнорировать долго. Раздать. Ну и теперь стало видно, что у нас мало места. Слишком она субтильная расширит. Хорошо? Давай. Покрасим. Ага. Ага. Вот жесткость поменьше. Поменьше жесткости. И чтобы не только нимбом вот так свет. Пусть он станет частью среды. То есть не нимбом. Хорошо? Частью среды. Вот это настроение подсадить туда. Добавляем. Субтитры сделал DimaTorzok То есть, ты видела, чиркательна. Все старался укладывать чиркательна. Торчание подбородка от шеи желательно выявится. Торчание носика тоже чуть-чуть выявить. Выпуклость лобика чуть-чуть выявить. Самое светлое место у лобика почему-то в этом месте. То есть, вот здесь у него самое светлое вдоль щеки идет, а здесь почему-то здесь. Ну, так он распорядился с этим светом. И достаточно хорошо распорядился. Чуть приврал. Ну, выгодно приврал. Легкий намек на торчачисть и здесь. Больше в пользу красноты, чем синевы. Красноты и даже легкой коричневизны. Слишком синяя плоть у нее стала. Там есть синенький. Но у нее эта рука смотрится гангреной. Нам, наверное, гангрена не пригодится. Сначала создала темное пятно. Темное пятно. А потом разбиваем на светлые звучки. Если непонятно, как там пальцы были, смотришь на свои. Как бы оно могло быть. Мизинчик заслонил те пальцы. Вот что-то такое. То есть мизинчик заслонил. То есть вот эту идею показать. Похожим образом и здесь. Мизинчик заслонил. Остальные пошли по такой траектории. Вместо такой колдышки большого пальца нормальный человеческий палец. Смотри, если что, на свои пальцы. Сравнивай. Здесь, наверное, стоит чуть-чуть теневую усилить. Там или нет. Но лучше усилить. Тогда она выйдет вперед. Ну и, наверное, чуть подвинуть руку. То есть все это вот до этого уровня будет. Хорошо? Все с теневой, все равно с красной, да, дело? Лучше с красниночкой, чтобы не выглядела гангленика, как у него. Видишь, я постоянно скряпку вытираю. И это дает возможность моделировать пятно. В какой-то момент, когда почувствовала, что уже что-то произошло симпатичное, остановишься. Если здесь у нас по высоте, то здесь следочки по ширине. То есть это блики на воде. Покажем их бликами на воде. То есть что-то такое. А заодно предъявим вот этот свет. Вот так уложила, чуть-чуть растрепыхала. Уложила, растрепыхала. Если что, вспомогла вот этими инструментами. Хорошо? Потом можно усилить еще вот этот свет. Оно. Там Rus' вот это какое-то. Ну, все-таки , Совсем не обязательно, чтобы там было ровно так же. На мой взгляд, можно и чуть-чуть симпровизировать. Но ничего, ручки, ничего так себе. Там еще есть идея клубления света. Причем, идущая неким сиянием. Я, ты видишь, наполняю именно по вот этой траектории. Штриховательно вот так. Только кисти, да? Сейчас, сейчас, сейчас. Накидала, накидала, накидала. Затем можно пустой кистью затирательно вогнать краску в краску. И будет уже вот это сиятельное состояние. Логично, да? Засадите, да. Красноту, может быть, здесь увидеть. Ну, именно пустой кистью без краски вот так вот затереть потом. Хорошее здесь кончание получилось. Знаешь, как на воде вот эти солнечный свет, да? Вот лучше вот так как-то. Оно, да? Ну, все разумненько. Здесь разумненько. Можно даже угадывать что-то человеку. Может, может, человеку будет скучно, что там сзади. Ничего. И мы ему даем возможность... Даем возможность поискать что-то. Чуть-чуть периферию угомоним. Чтобы работал центр. Логично, да? Да, да. Ну, в целом, отлично. Работало. Хочешь акценты чуть-чуть глазком? Чуть-чуть. Я думала, может, там тени лицо красноты чуть-чуть добавить? Смотри, чуть темнее зрачковая часть глаз. И в этом месте и сами эти самые длинные ресничечки. Поэтому уместно. Чуть темнее. Вот эта местность. Вот эта. Уголочки в губочках чуть-чуть, может быть. Да? Такой улыбательный мотив. Нозвечка. 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 Хорошенькая, да? Угу. Такой более размытый характер. Круглее стало место, да? Вместо фанерного оно приобрело кругловатый характер. Слишком узкое запястье, чуть его расширить. Угу. 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 Чуть материализуем, да? То есть световые партии любят густую краску, киневые недолюбливают. Киневые недолюбливают густую краску, киневые недолюбливают густую краску, киневые недолюбливают. Есть такое, да? А может, она из рук влага какая-то проистекает? Нет? Или пусть так? Помолится, не знаю. Ну, внутренние диалоги у нее есть. Ну, если хочешь, можно попробовать. Это прикольно? Да, да. Ребром мастефина. И вместе приводнение воды чуть-чуть. А, вода ближе, чем она наоборот. Угу. Опять же не хочешь, можно убрать Давай пальчики чуть-чуть ей там где-то